Ну, я вот не являюсь профессиональным водителем, но за рулем сижу каждый день и всех призываю никогда не пить за рулем. И всегда садиться трезвым. Даже накануне стараться не употреблять особенно крепкие напитки. То, что у нас были нулевые промилле, это не говорит о том, что у нас за рулем не ездили пьяные. Особенно на территориях подальше от Москвы, где более коррупционная милиция. Нулевая промилле, это была чистая коррупционная модель для нашей полиции, потому что я могу привести огромное количество примеров из жизни своей, когда многие мои друзья и знакомые откупались от милиции после определенных нарушений за довольно приличную сумму денег и получали права обратно. Поэтому бороться надо в первую очередь с сознанием, с менталитетом, а не с теми промиллями, больше или меньше, которые допустимы сегодня будут законодательствами. Должна быть соответствующая реклама, должно быть соответствующее внедрение в мозги, что садиться за руль – это преступление в пьяном состоянии. Вообще, когда я учился в юридическом институте, мне всегда мои преподаватели говорили так, что когда ты садишься за руль, ты сразу встречаешься с уголовным правом. Потому что любые нарушения за рулем – это практически деяние против того, с кем ты случайно можешь встретиться и нарушить его жизненный цикл. А обычно пьянство к этому и приводит. Продолжение следует...